Уважаемые коллеги, друзья, рад очередной возможности обратиться к участникам юбилейного пятого глобального форума молодых дипломатов. В этом году он проходит в гостеприимной Казани. Сегодня диалог надо не сворачивать, а наоборот активизировать. Уже неоднократно приходилось говорить, что многочисленные проблемы современности могут быть эффективно преодолены только путем сопряжения усилий и на основе общепризнанных норм международного права. Трудно переоценить в этой связи потенциал классической дипломатии, предполагающей поиск выверенных компромиссов и баланса интересов. Убежденная роль объективно должна возрастать. Там, где верх берет ставка на силу, гегемонизм и односторонность, а дипломатию пытаются задвинуть, результаты оказываются плачевными. Достаточно вспомнить агрессию против Югославии, Ирака, Ливии, попытку вслед за этими авантюрами разрушить Сирию. А также срежиссированные цветные революции в целом в ряде стран. Все это стоило человечеству сотен тысяч, если не миллионов жизней, привело к хаосу в различных регионах мира. Очевидно, что стремление решать свои проблемы за счет других никогда не давало надежных, устойчивых результатов. Такая деструктивная линия тем более обречена сегодня. Как известно, за последние четверть века на международной арене произошли действительно тектонические сдвиги. Сформировались и все активнее заявляют о себе сильные самостоятельные игроки в Азии, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, в Африке. Проводя национально ориентированный внешнеполитический курс, укрепляя суверенитет, они добиваются впечатляющих успехов в различных областях. Таким образом, современный мир объективно многополярен. И эту геополитическую реальность невозможно игнорировать. В этих условиях Россия, крупнейшая евразийская и евротихоокеанская держава, государство-цивилизация, продолжает реализовывать миролюбивый внешнеполитический курс, продвигать положительную, объединительную и устремленную в будущее глобальную и региональную повестку дня. Мы твердо привержены зафиксированным в Уставе ООН основополагающим принципам международного общения, прежде всего, принципу суверенного равенства государств, и больших, и малых. Мы последовательные сторонники уважения культурно-цивилизационного многообразия народов, их право самим определять свою судьбу. Одновременно категорически отвергаем, навязываемый коллективным Западом во главе с США, неуколониальный порядок, основанный на правилах. Этот так называемый порядок предполагает российское деление мира на группу исключительных, априори обладающих индульгенцией на любые действия, и остальные страны обязаны исследовать в фарватере так называемого «золотого миллиарда» и обслуживать его интересы. В русле такой линии мы расширяем и углубляем плодотворное сотрудничество с подавляющим большинством членов мирового сообщества, представляющих более 80% населения планеты. В их числе наши союзники, единомышленники и друзья по организации договора о коллективной безопасности, Евразийскому экономическому союзу, Содружество независимых государств, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, тройки России, Индии и Китая. Уважаемые друзья, свой вклад в общую атмосферу, в общую работу по поддержанию атмосферы доверия и взаимопонимания на международной арене вносят и ваши встречи. Ставшие традиционными, они опираются на концепцию так называемой «горизонтальной дипломатии», которая ориентирована на развитие сети площадок неформального общения молодых дипломатов, представителей власти и экспертов. Радует, что и на этот раз программа форума весьма насыщен. Особо хотел бы отметить церемонию принятия новых членов в Международную ассоциацию молодых дипломатов. Символично также, что ваш слет проходит параллельно с еще одним значимым мероприятием – Казанским глобальным молодежным саммитом. Такие обмены по линии молодежи мы всегда приветствуем и поддерживаем. Убежден, что и на этот раз ваше заседание пройдет в дружеском, неформальном ключе, позволит обменяться профессиональным опытом, установить взаимополезные контакты, а также ближе познакомиться с уникальным культурно-историческим достоянием Татарстана. Желаю вам плодотворных дискуссий и всего самого доброго. Продолжение следует...